Но тем временем сами спортсмены со всего мира продолжают пребывать в Рио и сейчас занята финальная подготовка к началу соревнований. Наш специальный корреспондент Антон Лядов сумел попасть в Святая Святых, Олимпийскую деревню, и посмотреть, как там живется нашим спортсменам. Мы сейчас находимся в Святая Святых, это Олимпийская деревня. Журналистов раньше сюда не пускались, это в принципе уникальный случай. Нам выдали специальные повязки. Но надо сказать, что атмосфера здесь совершенно прекрасная. Прямо у подножья горы находится здесь и медицинский центр, и фитнес-центр. Мы сейчас стоим, судя по всему, на велосипедной дорожке, где спортсмены проезжают и сигналят нам осторожно. А вот оно, то самое, наше самое главное здание. Это то самое здание, где расположена российская наша сборная. Вот посмотрите, висит огромный флаг. Наши спортсмены повесили его, как только сюда заехали. В общем и целом, надо сказать, что спортсменам здесь на самом деле очень нравится. Хотя многие из них признаются, что очень соскучились по русской деве. Буквально мы только что проводили на тренировку нашу сборную по гандболу. Девушки говорят, что здесь, конечно, им все нравится. Но единственное, не хватает борща, пельменей. И вот буквально они каждый вечер созваниваются с родителями, рассказывают о своих эмоциях. Но, кстати, в Бразилии уже появилось место, где готовят для наших спортсменов и борщ, и пельмени. Это русский дом. Поэтому, конечно, скучать не приходится. Но в целом, надо сказать, что почти у всех спортсменов, кого мы здесь встречаем, настрой действительно боевой. Они говорят, что несмотря на то, что происходит и сегодняшнее заседание, и сегодняшние очередные угрозы, я имею в виду заседание Международного Олимпийского комитета, перед которым звучали угрозы, якобы чуть ли не половину нашей сборной могут отстранить от этих соревнований. Так вот, несмотря на все на это, ребята борются, ребята каждый день выходят на тренировки, собираются и готовятся к своим стартам, о которых мечтали годами. Антон Лядов, Вести.